Вместо походов по инстанциям скипы бумаг один клик. Система электронного документа оборота в Кыргызстане расширяет сферу услуг. Уже сейчас на цифровой платформе можно прикрепиться к избирательному участку, получить пособие по инвалидности и зарегистрировать брак. Что дальше, расскажет Антон Чепегин. Джанара Курманова работает в отделе делопроизводства государственной регистрационной службы. Раньше больше работала с бумажными папками. Приходилось подшивать документы, курьерами отправлять их в министерство и ведомство. Нужные справки ждала по несколько дней. Сейчас все иначе. Работает единый электронный документ оборот. К примеру, другой госорган может, будучи на работе, в эту же минуту отправить нам письмо. Мы уже не ждем бумажную версию, мы уже регистрируем электронную. Система электронного документа оборота упростила жизнь обычным гражданам. Данные о рождении, паспорте, автомобилях, месте работы теперь в единой базе. Запросить и посмотреть нужные сведения любое ведомство может самостоятельно. В этом году нами была запущена технология облачной электронной подписи, использования электронной подписи, которая позволяет без использования каких-либо носителей гражданину возможность получать электронные услуги. До конца 2021 года гражданам страны такую электронную подпись выдадут бесплатно. Распоряжение выпустило правительство. С ее помощью можно прикрепиться к избирательному участку, оформить пособие на ребенка и получить целый список услуг. Люди, у которых родился ребенок, они обращаются с заявлением на получение свидетельства о рождении ребенка в Центр обслуживания населения или в органы ЗАГСа. Мы отработали такую систему, что при подаче заявление на получение свидетельства, они одновременно могут подать на заявление на получение единовременной выплаты при рождении ребенка. Система помогла сократить сроки получения госуслуг. То, что люди ждали по несколько месяцев, теперь можно получить за 2-3 дня. Согласно статистике, за неполный год государственные органы обменялись информацией 40 миллионов раз, без помощи курьеров и бумажных документов. Антон Чепегин, Александр Губин, Марлен Маматканов, МИР24. Ранее Совет Безопасности Кыргызстана утвердил новую государственную стратегию по противодействию коррупции. Одним из эффективных инструментов борьбы назвали цифровизацию. Она должна минимизировать контакты чиновников с гражданами.